У меня подруга хочет выйти замуж в следующем году, собиралась сделать пышную свадьбу, но сейчас передумала, говорит, что не хватит денег, я считаю, что нужно было бы все-таки, так, нужно было бы все-таки, а, нужно было бы все-таки память, не поняла, о чем речь. Ну, вы знаете, вопрос такой, двояки на самом деле, потому что кому-то действительно не нужна пышная свадьба, есть люди, которым абсолютно достаточно сделать какую-то небольшую камерную свадьбу для самых близких, и от этого память-то не хуже, от этого меньше вспоминать свою свадьбу не будет, не будет такого, что будешь меньше вспоминать свою свадьбу, это абсолютно точно. Поэтому здесь, наверное, вопрос в том, чтобы она все-таки ее сделала, а не вообще, в принципе, отказалась от нее, потому что если она от нее откажется, это будет куда хуже, нежели если она будет не пышная. Пусть лучше не пышная, пусть лучше для самых близких, но, по крайней мере, это будет праздник, который действительно делается, ну, мне бы так хотелось верить, один раз в жизни, действительно. Мне бы хотелось верить, что каждый, кто сейчас, вот даже в данный момент на эфире, каждый из вас выйдет замуж только один раз в жизни, вы сделали абсолютно верный, правильный выбор, и это тот человек, с которым вы действительно хотите пройти абсолютно всю свою жизнь вместе, рука об руку. Если вы невеста, которая только начинает подготовку к своей свадьбе, не забудьте перейти по ссылке в описании к этому видео и забрать файл, который я приготовила для вас. Буквально недавно я общалась с одной парой, и они уже долго в браке, ну, не в браке, они уже долго вместе, они вместе уже более 18 лет, и когда мы разговаривали, они говорят, мы вот сомневаемся, а стоит ли вообще делать нам свадьбу, мы все-таки уже 18 лет вместе, надо ли нам это или не надо, и мне очень, ну, вот невеста это говорила, мне очень, знаете, меня восхитила фраза от жениха, когда он сказал такую вещь, а когда мы еще с тобой сделаем такой праздник для нас, вот когда это будет, вот скажи мне. Вот когда мы захотим вот так вот раз и, не знаю, выложить кругленькую сумму, грубо говоря, для того, чтобы пригласить самых близких там, да даже не самых близких, для того, чтобы сделать праздник для нас, вот именно для нас. И она так задумалась, говорит, ну, действительно, наверное, золотую свадьбу мы, ну, если будем праздновать, ну, вряд ли это будет с каким-то платьем, да, с свадебным там и так далее. Поэтому, ну, хотя они уже взрослые люди, казалось бы, да, и есть такое мнение у многих организаторов, что не всегда взрослые уже такие люди, кому там за 40, да, хотят какие-то там пышные торжества, зачастую они наоборот как-то, ну, вроде там, немножко, чуть-чуть, что, мол, это больше для молодых. Но это не так, вот абсолютно не так. И когда я услышала, знаете, меня прям действительно восхитила эта фраза жениха, я говорю, да, ну, вы правы, это вот, ну, это действительно так, вы правы, потому что, слушайте, юбилей далеко не каждый делает, потому что, ну, вроде как не хочется, ну, вроде как там растратно, ну, вроде как, ну, не знаю, а стоит делать, не стоит, ну, и там здоровье, еще что-то, дети, внуки, и не всегда делают юбилеи, а свадьбу в 50 или когда, или какую-то годовщину свадьбы праздновать пышно, ну, вряд ли, откровенно говоря, вряд ли. Поэтому, все-таки, если уж решили сделать свадьбу, то лучше ее сделать, чтобы не было такого, что спустя годы вы думаете, а вот у меня свадьбы и не было. Это вот тоже я недавно разговаривала с одной девушкой, у нее была свадьба несколько лет назад, ну, как свадьба, просто роспись несколько лет назад, и она мечтает посвятить свою жизнь свадьбам. И я говорю, а почему вы хотите посвятить свою жизнь свадьбам? Ну, вот просто интересно, действительно. И она мне отвечает, говорит, вы знаете, у меня свадьбы не было, вот у меня не было вот то, о чем мечтает, наверное, каждая девушка. Может быть, сейчас вы напишите мне в комментариях, а вот я не мечтала, мне это не нужно, а вот я там хотела просто расписаться и уехать там на Мальдивы. Может быть, у каждого свой путь, но, тем не менее, большинство все-таки мечтает быть принцессой, большинство мечтает, чтобы в этот день как можно больше людей увидели ее вот такую красивую, необычную, с очень красивой прической, абсолютно необычные одежды. Это абсолютно не повседневная, необычная одежда, которую никогда больше ты не наденешь, в общем-то, эту одежду. И она говорит, вы знаете, у меня, говорит, не было свадьбы, у меня даже платья не было, вот мы просто расписались и все, и вот сейчас прошло время, я понимаю, что, конечно, наверное, свадьбы-то у меня и не будет никогда, и поэтому я мечтаю хотя бы через других людей реализовать какую-то свою детскую мечту, фантазию о том, чтобы увидеть хотя бы кого-то других в этом амплуа невесты. Вот, бывает и так, бывает и так. Поэтому лучше все-таки свадьбу, конечно, сделать.